всем привет я рада вас видеть даже если вы по ту сторону экрана сегодня хочу рассказать про эвалюацию документов зачем это нужно делать и как бы изменилась моя судьба если бы я сделала это немножечко раньше и так поехали эвалюация что это такое по сути насколько я поняла это переоценка наших оценок и часов с российских стандартов на другой международный для того чтобы поступать в учебное занятие в канаде рано или поздно придется сделать этот этап кому-то нужно это для эмиграции кому-то для поступления первый университет в который я подавала документы он не требовал эвалюацию но это не помешало и мне в итоге отказать второй вуз который сразу был готов меня принять потребовал определенный список документов и среди них было эвалюированный диплом мне наконец-то пришел результат вот он рядом со мной лежит и вам под я вам подробно расскажу про это канаде эвалюации занимается всемирная организация ве и с и для того чтобы переоценить твои документы до подачи разных заявок оплачен оплаты пошлин нужно его сначала апостелировать апостиль это вот такая маленькая бумажечка которую связывают сшиваясь с твоим оригиналом диплома в министерстве образования независимо от того в каком городе вы получили диплом вы можете обратить в министерстве образования по месту жительства и отдать это свой диплом для переоценки эта бумажка подтверждает тот факт что ваш диплом настоящий они куплен в переходе апостелирование может занимать до 45 дней к сожалению никак ускорить этот процесс нельзя мне повезло вероятно была в реестре и мне апостиль проставили за почти три недели вместо 45 дней так я очень сильно торопилась подать документ в вес для меня это мне это было на руку и так получили мы апостиль что делается дальше мне пришли все мои документы которые отправляла в вес в канаду покажу то что было в конверте который я отправляла через океан думала что показывать будет много чего а показывать то по факту и нечего вообще на сайте вес они просят отправить только копию диплома переведенного на английский язык с печатью организации никакого нотариального заверения не нужно вот но очень часто советуют отправить и оригинал диплома хотя это большой риск вам могут его не вернуть но мне повезло они мне его вернули в общем все что было в моем конверте это мой диплом с апостилем и полный перевод копия на русском на английском моего диплома с печатью организации которая занималась собственно этим переводом вот и все все что я отправила и написала номер кандидата который вам присваивается на портале вес когда вы оплачиваете пошлину и делаете запрос на эвалюацию документ и собственно все класс не каждое учебное заведение требует апостелирования и эвалюацию диплома но если вы это сделаете в вариации но если вы это сделаете у вас будет гораздо больше вариантов выборе учебного заведения сам процесс сам процесс эвалюации занимают порядка 30 или 35 дней 1 2 3 мне пришел результат на почту через две недели после того как я отправила конверт со всеми документами однако этот результат не является официальным и он нужен скорее больше для вашего ознакомления сами же документы пришли мне примерно через 40 дней после того как я их туда отправила и так собственно ради чего это все делается ради вот этих двух бумажек на которых написано ваш список ваших предметов на английском языке которые взяты из вашего перевода пересчитаны кредиты часы и оценки по их системе в чем разница в канаде действует четырехбальная система оценки то есть ABCD в отличие от нашей пятибальной и и вот зачем это нужно очень часто для цели иммиграции требуют переоценку диплома чтобы оценить вас как специалиста как как профилированного специалиста и нанимать на работу в случае если вы едете в другую страну ради учебы это не вам необходим более детальная переоценка то есть course by course предмет по предметным предметная переоценка это нужно вашему учебному заведению и вам для того чтобы они понимали какой у вас уровень я закончила в москве специалитет я отучилась пять лет и в канаде это расценили как законченный бакалавриат и магистратуру то есть я уже магистр и я могу имею право поддаваться и на магистратуру и на phd это очень здорово если вы не хотите тратить лишние годы на тот уровень образования который у вас уже якобы имеется весь процесс эвалюации занимает порядка 90 дней то есть практически три месяца если на каждом этапе все ваши оформления документов затянутся поэтому советую сделать это сразу как только вы получаете диплом наличие апостеля никак не повлияет на качество вашего диплома и если вы будете поддаваться на работу в россии вам пригодится вдруг ваш диплом ничего страшного это никакого не уроду это не делает его хуже вот а в случае переезда за границу или поступления в зарубежное учебное заведение вам это определенно будет на руку то факт того что у вас уже документ есть и они что-то было полезно если у вас остались какие-то вопросы пишите в комментариях буду очень рад их почитать на данный момент моя ситуация немного из канады по приуныла ситуация дело в том что мне отказали визе я сейчас жду расшифровку отказа от канадского посольства чтобы понять что им не понравилось нам заявление я обязательно вам об этом расскажу и все мое обучение переносится на январь почему на январь а дело в том что в колледже в который я поступила начало первого семейства происходит три раза в год в сентябре в январе и по моему в апреле я не унываю буду переподавать все документы думаю что в ноябре чтобы получить визу все-таки учебное заведение меня ждет все нормально а вот надеюсь что все будет хорошо спасибо всем ребятам за поддержку которые прям переживать за меня болеют пишут мне как где видео а ты почему еще не уехала очень приятно что вы занялись покойтесь всех люблю всем мир и жвачка всем пока